всем привет с вами барсук и сегодня у нас видос посвящен ивенту безумие на рынке именно тот ивент от которого у всех бомбит а именно от самого от зума из-за его теневых приемов так вот так вот я переоделся вот такую типу взял пока что ну я буду как всегда разными ручками на играть с каждым противником с первым я буду драться на когтями даже не наверно когтями вот мне вот недавно я прокачал в магазине перк испарение до 15 левела короче урон у меня максимальный урон типа уже 40 процентов зависимости от количества теневой энергии у противника вот наносится вот смотрите магазинщик да тут ну я обновлял по часам не за лигу дала там 100 рубинов типа вот за рейтинг типа дуэли а тут уже его нету короче еще потом вот в общем не суть смотрите драться я буду смотрите я буду драться именно именно драться буду можно сказать вслепую именно сами мадзума да не потренировавшись ничего как видите вот захожу только вот первый первый раз вот сам не на престижном когда буду престижный записывать там уже будет конечно полегче ну типа играть потому что я уже на обычном получается уже несколько раз там поиграю да уже пойму что и как там против адзумы пойму какую тактику типа какой тактика играть как драться вот но вот сейчас на на запись давайте первый раз вот записывают не первый раз но сейчас данное видео я записываю первый раз и блин минус в том что я можно сказать так что я сейчас буду драться с адзума вслепую да типа вот не знаю что и как что меня ожидает ну типа вообще как он будет драться короче ладно давайте меньше разговоров и больше дела так участвовать с богом честно немного побаиваюсь самих противников до адзумы которые я их ну как мне не боюсь типа ну мне все равно но самого сам адзума блин не знаю как я буду против него драться блять так как же она успела хорошо идем пока что да не ожидал конечно отнесла наружку от меня выйдет я еще немного болею так что я буду немного под покашливать иногда блять вот так и знаешь значит подойдет и схватит меня она задрала меня честно заебала честное слово так обезумевшая торговочка повержена брать оружие я буду тупо рандомно дать типа ну ну каким просто захочу да какой мне понравится тем я и буду драться давайте сейчас возьмем сейчас возьмем сейчас возьмем давайте скальпель возьмем спецприем у него будет приливчик приливчик поехали в бой фух у меня аж сухость во рту от того что я представлю этого от зуму аж горли пересох что мне ожидает аж сухость аж сухость аж сухость красиво 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 я аж замолчал безумнейший носильщик так у него тени усечка и у меня тени усечка да аж сухость так и зодрал иди сюда ты иди сюда ты так безумнейший носильщик поверх так сейчас у нас будет от зума да это тот который послабее до последнего это тот который послабее который послабее берем и айду и айду решает пацаны и айду решает поехали сори за кашель ну что фельдшер показать тебе мастер-класс показать и мастер-класс как профессионал вот тебе мастер-класс фельдшер учись брата я реально играю что-то в последнее время я играю как боты какие то знаете ну типа все рассчитываю так и не знаете так давай сейчас критом тебя ебанем раз получится нет нет не получилось вот это я тупанул тупанул немного не вовремя но не сюда все пиздец тупанул зачем я ударил во время того когда он тяжелый удар ой блять это пиздец ну все теперь никакой пощады сейчас только жесткие бои как он меня задрал честь немного у меня начало бомбить давай давай бомбочка сработай я дело даже ничего не буду все вот и весь бой вот и весь бой пацаны бомбочка зарешала так третий раунд критом давай критом давай сейчас ему голову пропишем хорошенечко так пропишем ему идеально конечно идеально еще кто бы сомневался это же барсук так сейчас у нас либо будет короче типчик с глифой либо чувиха с саями да что мы делаем мы берем глифу либо давайте возьмем наверное на геннату так тут у меня не стоит пропеллер я им практически ну на геннате я им не пользуюсь пропеллер он медленный короче вообще ни о чем я лучше он поставил интерференцию бомбочку ну и крит само собой все поехали в бой потом мы короче перед боем фельдшера я вам покажу какие лучше перки одевать типа на ваши доспехи шлем доспех какие ну там потом увидеть и на оружие тоже не достал 2 и и и и и еще немного я проиграл еще немного и я проиграл но я говорю я ноги на ты не не любитель играть этим оружием как-то не особо зато сейчас мы будем драться без теневых заебал а чё ж ты не достаешь пиздец тупая ноги на той сейчас заебала фельдшер-стажер блять уебин сука уже у меня начинает гореть жестко пукан потихонечку уже накаляется обстановочка берем короче они этом убрали так сами да будет у нее быстро это оружие сайт давайте берем глефу так тут у нас 16 уровня флэшток бумажка ну все можно идти в бой сразу в бой поехали долбан и каши попробуй мне оружие выбить или нет у нас а Увернулась все-таки. Увернулась, да, от моего теневого приема, своей телепортации. Фельдшер сожжет. Идеально. Давай, Критон сейчас сможем или нет? Нет. Ай, немного не рассчитал. Эй, спамерша. Гали, моя спамерша, сука. На тебе. Блядь. Тут я опять тупанул. Надо было полный спецприем доделывать. А я как долбает, сука. Я ебу и плачу. Я думал, она умрет, нахуй. Пиздец, сука. Извините за маты, но без матов никак вообще. Ну все, теперь никакой пощады, мразь. Никакой пощады. Ты че думала? Что я с тобой играться буду, ты, тварь, рыжая, мразь? Играться я буду с ней. В прошлом, в прошлом, в прошлом, я с тобой игрался. Сейчас я с тобой не игрался вообще. Ты что, сука, рыжая, мразь? Так, сейчас именно тот противник, которого все так боятся, от которого аж коленки трусятся у некоторых, у многих, скажем так. Какие мы одеваем перки? На шлем, оружку и на доспех, да? Смотрите. Что я одеваю на шлем? Испарение. Урон все зависит от количества теневой энергии. Ну, у Адзума он и так теневой, да? Да, типа... Но вот этот вот перк, ну, типа, вот, при бою с ним он не будет действовать. Поэтому вместо вот этого испарения мы что делаем? Мы берем... Первый теневой ассоциал, после входа теневой наносит на 50 урона больше. Мы берем и... Вот что-то из аккумуляции ставим, короче. Теневой заряд либо аккумуляция. Вот что-то из этих. Я возьму, поставлю, наверное, получение... Ну, вот, от обычного удара, да, типа, я буду получать плюс 28 в шкале, там, ну, в зависимости, сколько урона нанесу. Либо от критического удара я получу плюс 37. Но я лучше вот этот, так как обычные удары более часто наносятся, типа, вот. Так, дальше. Что мы одеваем на доспех? Теневая способность восстанавливает здоровье в размере 40% от нанесенного урона. Это что у нас? Теневое исцеление. Так, это мне нужно. Ну, на доспехе, в принципе, можно поставить... Снизить полученный урон на 50%. Вот, ну, отражение можно вместо вот каких-то вот этих вот исцелений, да. Теневая способность восстанавливает здоровье в размере от нанесенного урона. Вот, вместо вот этого я поставлю отражение сюда. И на оружку я буду ставить перезарядку. И обязательно тройной выпад ставить нужно, потому что флэштоком тут не проканает, ну, именно с теневым отзумой. Нужно постоянно просто наносить удары, типа, бить, и вот. И тройной выпад, он что на дальних, что на близких дистанциях, он эффективен. Поэтому с помощью вот этого спецприема, ну, типа, отзума не сможет, ну, типа, не будет успевать применять теневые способности, да. Так, тройной выпад. Что там еще? Вместо крита вот этого уберем, ой, вместо точности, ну, крит. Поставим перезарядку, которая, типа, ну, добавляет нам теневую энергию, да. От урона моей атаки, вот. Чтобы, ну, короче, надевать эти перки, которые вам будут быстрее, типа, теневуху заряжать, да, и снижение урона, вот. Так что, вот так, вот так. Небольшой гайд я вам показал. Фух, не знаю, что меня ожидает. Дерусь вслепую, тупо, первый раз мне вообще не потренировавшись, ничего. Я не знаю, какой он сейчас, типа, ну, по сложности, да. Ой, пацаны, ну, не обессудьте, если я проиграю, потому что играю, я сейчас... О, хорошо! Видите, я ему не даю применять теневую способность. Блядь! Опасно, опасно, пацаны, опасно. Это было очень и очень опасно. Хорошо, первый раунд затащили. Первый раунд затащили. Еще бы два затащить вообще было, в 3-0 вам сделать. Вообще будет, будет вообще четенько все. Так, давай сейчас, пожалуйста, загорись Крид желтым. Красава, красава. Не даем ему теневуху применять. Крид, загорись, пожалуйста. Давай, Крид. Хорошо. Идем. И добиваем, добивочка. Через блок его пробиваем. Вот это было хорошеченько. Так, последний раунд. Последний раунд, пацаны. Моя задача не давать ему применять теневые способности. Вот. Не давать успевать ему, точнее, применять. Давай, Крид. Хорошо. Ай. Нет, только не у него же. Так. Восстановил немного хп себе. Та ну шо ж ты будешь делать? Блядь, у меня управление залагало. Давай, добей. Пиздец, нахуй. Сука, не хватило. Хуйни, блядь. Я хуею. Я хуею, блядь. Не хватило вообще понты водобить. Там у него милипусечка было. О, хорошо. Так. Хорошо, идем пока что. Сейчас должен Крид загореться у глифы. Желтым. И бомбочка сработай, пожалуйста. В этот момент. Ага. Давай, давай. Хорошо. Это мне нравится. Мне кажется, или в этот раз фельдшер легче, чем в предыдущий раз. Либо мне кажется, либо если она круче, либо реально легче. Так, продолжить жетоны. Уникальный стандарт. Кстати, я же вам в начале видоса не сказал, что теперь музыка будет стандартная. Ну, от игры, короче, у меня в видосах. Потому что, мало того, что мне в предыдущем видосе, на предыдущего ивента, типа, кинули авторские права, да, в видосе с факиром. За музыку. Меня, типа, забанили это видео. Мне пришлось отключать звук вообще в том видосе и вставлять, короче, уже музыку, которую я уже ранее вставлял. Вот. Так что музыка уже будет стандартная, если, ну, типа, вот, какая есть, да, в игре. Типа, я не буду заморачиваться над поиском треков, да, каких-то, чтобы смонтировать, ставить. Это раз. Во-вторых, на монтаж будет уходить, ну, типа, монтаж будет происходить быстрее, типа, видосов. Ну, типа, когда ты, типа, музыку в редакторе, типа, там, не вставляешь, ничего не вырезаешь, ну, типа, видос сохраняется быстрее, типа, нежели, ну, типа, с музыкой, да, которую ты туда вставил. Вот. Это два. Типа, ну, ну, по сути же, вам же, ну, ну, сама суть процесса игры, да, интересно, типа, как я играю, что. Музыка, по сути, неважная, ну, типа, не должно быть сильно, особо-таки неважно. Так, 2,415. Блин, вот я тупа, ну, с Адзумой нужно мне было одеть вот эти вот иглы, чтобы при применении, ну, типа, теневого приема, да, вот этих игл, типа, Дикобраз теневой прием у них называется. Ну, оно просто как-то эффективнее, да, ты, типа, назад отпрыгиваешь, типа, вот эти вот, этот теневой прием от этих игл наносится, да, ему, типа, ну. Ну, быстрее просто он происходит, ты наносишь быстрее иглами этот, типа, теневой прием. И ты сразу же потом можешь атаковать, а у меня стояли мины, я тупанул, не поставил тогда. Ну, да ладно, я его и так затащил, в принципе. Так что вот так вот, пацаны, берите, короче, вот вам небольшой гайд, еще раз. Одевайте глефу тройной выпад, тройной выпад. Желательно иглы вместо мин, потому что мины, они, ну, типа, теневой прием у них медленно наносится. И иглы быстрее наносят теневой прием. Вот, одевайте, короче, вот иглы, глефу, берите лучше тройной выпад, спецприем, потому что с флэштоком, я думаю, вряд ли вы сможете его затащить, потому что мало того, что он, как бы, медлен, да, там, плюс еще небольшая пауза происходит, типа, вот, после его нанесения, да, какая-то небольшая пауза потом происходит, и, ну, и это минус. Просто его откидывает, этого, от зума назад, да, немного, вот, когда, во время флэштока, и тем самым он потом наносит встречный, ну, теневой прием, короче, встречный. А так, тройным выпадом вы постоянно вот его бьете, да, не даете ему нанести, типа, теневой, ну, типа, спецприем, да, какой-то, теневой прием. Вот. Тройной выпад эффективнее именно, ну, в бою с от зумой. Так, на доспехе, допустим, вот, я вам покажу, что у меня было одето. Ну, отражение, потом восстановление здоровья при входе в теневую форму, ну, критическая масса, так, само собой. На шлеме у меня аккумуляция, ну, типа, теневой заряд. Ну, и служение тени, типа, вот, в каждом начале раунда, типа, тебе, там, приплюсовывается определенное количество теневухи, в зависимости от прокачки твоего, вот, этого перка, ну, на коммун уровне. Так что вот так вот, пацаны. Играл я, как сами вы видели, вслепую. Я не знал, что меня там ожидает, вот, в бою с ним, с этим от зумой. На престижном, я думаю, мне уже будет легче, ну, типа, проходить его, да, но я буду записывать, когда престижный. Я уже, в принципе, сейчас уже понял, как его мочить, типа, как его валить на изи. Как вы сами видели, я его... И тогда был момент, там его вообще чуть-чуть, хп у него осталось, вообще, вот, чуть-чуть хп. Я бы мог его как-то добить, но почему-то я этого не сделал, тупанул, короче, и он меня убил. Своими этими подножками тупыми. Так что вот так вот, вот такой вот был видосик, что у меня по-марафонскому, безумие на рынке, 21 очку. Ну, в декабрьском, он только начался недавно, три сочей. В магазине у меня тут ничего интересного. Уже в следующем видосе я вам покажу уже, ну, как всегда, как обычно, покажу уже свою максимальную силу прокачки, да, какая у меня. Будет максимальная сила прокачки, чтобы вы увидели. Вот. Так что вот такие дела, малят. Тут я в топе на втором месте, ну, такое. Я просто в первый же день, когда сбивается рейтинг, да, в дуэлях, типа, ну, когда он сбивается, типа, каждую неделю, я в первый же день стараюсь набить легенду сразу же, моментально. Потому что, типа, ну, вот, в зависимости от твоего рейтинга кубков, да, типа, ну, там, кто ты там, мастер, там, воин, да, либо ты уже легенду набил. Ну, если ты легенду набиваешь, у тебя в магазине, ну, выпадают, есть большой, ну, типа, большой шанс, что выпадет какая-то либо легендарная шмотка, ну, либо какой-то спецприем, да, вот, легендарный. И плюс, ну, каждый, типа, вот, ну, каждый раз, типа, вот, ты уже набил лигу, да, типа, в первый же день, когда сбился, типа, вот, этот рейтинг, ну, ты будешь, типа, уже с этого же дня получать, там, по три с половиной, там, монет, типа, ну, голды, типа, вот. Ну, если рекламу будешь строить, то будешь по четыре получать. Вот. Все, все, что я сказал, все. Так, ждите, короче, следующий видос престижного режима этого же ивента. Я буду заканчивать запись. Вроде все показал, все рассказал, что хотел. Насчет музыки вы поняли, да, дальнейшие мои видосы будут уже со стандартной музыкой игры. Чтобы не заморачиваться уже над монтажом, над поиском, плюс эти права, то, что мне кинули бан, типа, на тот видос, вообще, зачем заморачиваться? Вон, макс килобит, владший, они же со стандартной музыкой, ну, типа, записывают, да, такая в игре, типа, вот, с голосом. Нормально все, все смотрят, так что, пацаны, я думаю, что это малая часть того, ну, что вам интересно, типа, музыка, вот, какую я буду стрелять. Это вообще вам, походу, не особо так интересно. Вам, ну, типа, сам процесс, да, типа, ну, должен быть интересен, как и что я играю вообще, самой игры. Все, ладно, хватит пиздеть, пора прощаться. Вот такой вот был видосик по ивенту «Безумие на рынке». С вами был Барсук. Подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok